Ракуха, как же туха? Да вот, решил свой комп продать, купил моноблок. Деньги на донат нужны? Ну ты даёшь, братуха, да будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Отличная броня и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. И без всякого доната, на гипс сразу пойдёт. Оу май, вот это подойдёт. Кидокопадия Детак Добка представляет. Контент, который мы заслужили. Или зачем бойцу Warface третья рука? Новинок на этот раз, как я понял, очень много. Дело, мой друг, тут не в количестве, а в качестве. Новинки весьма значимые, меняющие представление о самом Warface. Можно даже сказать, системообразующие. Например, у нашего бойца появилась третья рука. Кроме того, завезли маску, чтобы мы не забывали, что ковидные ограничения вообще-то никто до конца не отменял. Либо теньте, вот честно, если бы был админом, что тебя, что дрымского того же. За вот этот глумёш забанил бы нафиг. Кэп, если ты был бы админом, игра была бы говном. Хотя, если так подумать, да, ты был бы неплохим админом. Кончай пургунисти, давай по делу. Уговорил. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность и новиночки Warface. Значимый ПТС. А подвезли нам, сейчас я прочитаю, потому что, ну вы сами понимаете, в Warface столько пушек, столько новинок, что всего-то уже и не упомнишь. Тем более, названия здесь, как всегда, специфические. Автоматический пистолет Mauser C96 Custom, пистолет-пулемёт Vigilance Rifles AM20, изменение модов для крафтового оружия и всё-таки, сука, да, моды на гранаты, аптечки, дефибрилляторы, коробки патронов, в общем, на снарягу дополнительную. На предметы персонажей. Значит-таки сбылась мечта Клишнерукого. Подвезли тебе, наконец-то, автоматический пистолет. Если бы, Капитан Очевидность, новый пистолет Mauser, как он там, C96 Custom, не сказать, что очень нагибной. На первый взгляд, он обладает хорошими характеристиками и двумя великолепными модами. Один из которых делает этот пистолет автоматическим, а второй, собственно говоря, тоже делает автоматическим, да ещё и в варианте Акимба. То есть, Mauser у нас будет целых два. И стрелять мы сможем сразу с двух рук. Однако всё это перечёркивается отвратительной самой стрельбой. Пули летят достаточно рандомно. Поэтому плюс-минус какую-то высокую эффективность пистолет сможет показать только на самых ближних дистанциях. И, честно говоря, это порой серьёзно подводит. Если бы кучность и простота использования были бы примерно как у ТЭК-9, всё было бы пучком. Однако здесь такого ожидать не приходится. И я считаю, что это огромный минус, потому что, опять же, пистолет у нас на модах. То есть, надо заполучить. Возможно, не бесплатно. И почти наверняка. Потом прокачать. Впрочем, ладно, эту песню я уже пел, вы понимаете. Это будет гебарно, это будет долго. И пока пистолет обретёт, скажем так, свой нужный вид, расцветёт, запахнет. И всё равно мы получим нечто, что особо-то радовать и удивлять не будет. Потому разработчикам предлагаю делать нормальную отдачу. Вообще сделать, в общем-то, плюс-минус, как у ТЭК-9, вот тогда будет действительно шоколадно. А в таком виде этот пистолет никому рекомендовать не буду. Что, кстати, очень жаль. Автоматических пистолетов годных и нагибных у нас давно не было. И если данный экземпляр довести до ума, я думаю, он будет пользоваться действительно огромной популярностью. Печально. А как же ППшка? А ППшка, дорогой мой, в общем-то, очень даже ничего. Я бы даже сказал, скорее всего, мета. И да-да, это не шутка, поинтереснее будет, нежели тоже новый Копперхэд. Сик Копперхэд, конечно, неплох, но новый Вейджиланс будет посочнее. Тут у нас, кстати, тоже два уникальных мода имеется. Один даёт просто сумасшедший темп стрельбы и предназначен для распила по телу. А второй делает из этой пушки великолепную хэдшот-машину. Я, конечно же, предпочёл второй вариант. А Костину, например, понравился как раз вариант первый с распилом. Мы вместе побегали, понагибали, и лично я сделал вывод, что оба варианта весьма так гаднотелло. Вне всяких сомнений, теперь это пистолет-пулемёт номер один. Если, конечно, не пофиксят. Отдача мягенькая, особенно с дополнительным модом на гашение этой самой отдачи. Сильного рандома тут тоже нет. Ощущения при стрельбе достаточно приятные. Вид пушки, правда, такой, скажем, нестандартный. Но это, скорее, даже плюс, и оружие будет выделяться среди общей большой серой массы порой практически одинаковых стволов. И, кстати, пока не забыл, маузер-пистолет автоматически, мы снова возвращаемся к нему, имеет несколько багов. Тот самый баг с маской, ну вы понимаете, да, перед лицом. Нет, дело тут не в скине, я пробовал менять скины. Всё то же самое. Когда ты ставишь два маузера, у тебя появляется вот эта масочка, и она постоянно перед лицом плавает. Из-за чего, к сожалению, обзор попросту закрыт. Но что действительно загадочно, так это появление третьей руки при перезарядке. Происходит это тоже нечасто, и, возможно, является какой-то пасхалкой. В крайнем случае, нет. Я, кстати, тут задумался, а вдруг на самом деле эта рука всегда была у наших бойцов. И только сейчас, в средстве какой-то ошибки, мы её увидели. Тогда встает вопрос ещё более глубокий, друзья. Что эта рука все эти годы делала? Ох, какой же ты дебил. Да ладно, дай попрекалываться, Кэпч. И теперь мы подходим к самой-самой, сука, печальной части. Моды на снаряжение. То есть на наши дополнительные предметы нагиба и самонагиба. Гранаты, аптечки, коробки с патронами, дефибрилляторы, мины и дымы. Всё это теперь можно модифицировать. И если отдельные пункты действительно я поддерживаю, то в целом это совершенно не радует. Особняком здесь, кстати, стоит мод на гранату, которая даёт ей просто сумасшедшую прибавку к урону. Мне будет интересно, как теперь будут происходить бои на Д-17 на планету единицы. Это же вообще там сплошные гренадёры будут лететь. В общем, насчёт мода на гранату на урон я бы хорошенечко подумал. Что касается аналогичного, кстати, мода на мину, то как ни странно, здесь я поддерживаю, ибо последние несколько лет мины стали, ну, практически бесполезным устройством. Нормального урона они не наносят. Многие просто тупо пробегают, видя мину. Насрать на неё вообще. И максимум пользы от неё чаще всего, это просто инфа о том, что противник куда-то там прошёл. С тем же успехом можно было бы заменить этот предмет на какую-нибудь фотоловушку. Было бы то же самое. Интересно, на броню скоро моды завезут? Скоро или нет, но завезут, я думаю, по-любому. И не только на броню, но и на патроны. Хочешь, вот тебе золотые патроны. А вот серебряные. Серебряные это если вдруг на паблике тебе в команде противника попадётся кто-то из админов или разработчиков. В общем, сочно. Ну а если серьёзно, то мне кажется, вот этот путь по модификациям... Модификации там, модификации сука здесь, модификации на всё новое оружие, модификации на гранаты, на броню, на внешность персонажей, на дымы и аптечки. По-моему, это путь в никуда. Потому что главный вопрос остаётся открытым. Разработчики, скажите, а где на всё брать детали? А деталей попросту нет. Достаются они адским трудом, и процесс их добычи, я подозреваю, никакого удовольствия не приносит. А у таких людей, как, например, я, их вообще нет и никогда не будет. При том, что новая ППХ мне понравилась, я её выбивать не буду. Однозначно, потому что я не собираюсь бегать и добывать детали. Особенно с учётом, как они добываются. С помощью всяких контрактов, прочего гемора, ну нафиг оно мне нужно. Серьёзно. Я, скажем так, люблю систему Plug and Play. Засунул, заработало. Выбил и пошёл нагибать. Оружие уже в идеальном, максимальном виде. Возможно, я бы поддержал идею прокачки, пушки, но не более того. Добычу деталей можете оставить себе. А теперь, внимание, я вангую. В прошлый раз, когда я ванговал по поводу модов, я не ошибся. Я ведь когда-то сказал, что вот увидите, в будущем будет вполне донатное оружие, а не только из варбаксов, из поставщиков, и на него будут устанавливаться моды. Я был прав. Теперь всё новое оружие, это у нас по-любому моды. Но поскольку далеко не всех устраивает заниматься какой-то дрочью в контрактах, я думаю, что детали скоро будут продавать. Опять, Ебутенти, ты озвучиваешь свои важные фантазии. Попомнишь, Кэп, моё слово, так оно и будет. Нет, я не говорю, что это обязательно будет донат. Возможно, продавать будут и за донат, и за варбакса, и за короны. Но, понимаете, что курс как бы будет сочным. И задавить рублём, как всегда, будет намного проще. Потому, несмотря на то, что мне понравилась ППХ, пистолет при дальнейшем улучшении имеет право на жизнь, а своеобразные апт мины я поддерживаю, нынешняя система вызывает у меня очень и очень большие опасения. Как я уже говорил, в Warface это не ММО-РПГ. Плюс к этому, времена нынче немного другие. Сейчас не 2014-й, 13-й, 15-й. И, как говорится, есть с чем сравнить. Потому, в игре всё должно качаться по системе. Играю во что хочу, всё качается. Причём в разумные сроки. При других раскладах, наш проект ждёт только постепенное, а возможно и не очень постепенное угасание. И может быть, для администрации я сейчас выскажу нечто, знаете, такое неприемлемое, Но, буду с вами честен. По моему мнению, самым разумным будет ничего не придумывать, не экспериментировать, а вообще вырезать детали из игры. То есть, есть просто прокачка пушки, и прокачивая, соответственно, пушку моды 3.0, скажем так, вы открываете определённые моды, и сразу можете их установить. Просто и со вкусом. А дабы всё-таки администрация могла подзаработать, мы можем добавить, допустим, у супер-вип-ускорителя ускорение прокачки оружия. Такой вариант, я думаю, большинство игроков только поддержат. В отличии от модов 2.0.